Пшеница, ячмень, овес завершают работы в полях аграрии хозяйства Завьяловска и Тагучинского района. Несмотря на сложности, из-за погодных условий сельхозпроизводители наверстали упущенные сроки. Как им это удалось, смотрите в нашем сюжете. У механизатора Ивана Ивановича за плечами десятки посевных компаний. Еще ребенком забрался к отцу в трактор. Работать на износ привык. Сибирская природа часто подкидывает сюрпризы. При этом сроки соблюдать необходимо строго. В этом году дождливая погода не дала сработать по плану. Теперь, каким будет урожай, зависит от людей и техники. Маленько не вовремя, земля была сырая. Сейчас выкладываемся на все сто. Без остановок стараемся работать. Заправился и поехал, заправился и поехал. В полях три посевных комплекса. Работают в две смены. Современное спутниковое оборудование позволяет сеять даже в полной темноте. На счету не дни, а часы и минуты. Поэтому и обеды в поле. У нас сырный порч. На первое, второе у нас будет каша гречневая с мясом, чай. Клинхозяйство 12 тысяч гектаров. Уже в земле пшеница, досевают ячмень и овес. Затем переход к работе с кормовыми и пропашными культурами. В этом году пробуют вырастить соргу. Совершенно новую для хозяйства культуру. Время заставляет экспериментировать. Зерновой клин мы, собственно говоря, в этом, и не только в этом году переиграли. Теперь у нас, если раньше была одна пшеничная, то теперь маржинальные культуры, как по-новому это сейчас принято говорить, это рапс. Увеличили площадь посева гороха. Вот поэтому это, так скажем, те направления, которые позволяют нам, значит, получить и заработать что-то. Без хорошей техники с вызовами времени не справиться. В хозяйстве машинный парк обновляют регулярно. Тем более часть затрат берет на себя государство. Продолжаем еще обновляться. Но за это мы получаем компенсацию от государства, когда сдаем расчеты. Нам, естественно, часть денег за купленную технику возвращается. Это плюс льготные кредиты. Ведь горючку мы продолжаем брать, значит, хоть и не всю, в полном объеме, а частично, и весну, и осень. Покупаем традиционно миллионов на 20, берем кредит, значит, по льготной ставке, которая выделяется именно на приобретение горючих смазочных материалов. Это тоже под спорь. Для окончания посевной нужны несколько погожих дней. Скучать потом не придется. Впереди обработка полей от вредителей. Дмитрий Белькевич, Татьяна Втюхова, Андрей Новоселов, Сергей Филонов. Новость ОТС.